У нас следующая часть, следующий доклад Антон Далгань расскажет про сайты, Bitrix24 сайты. И предваряя его доклад, я здесь, первый же вопрос, что же будет с бус? Вы что, его убиваете вот этими с вами сайтами? Нет, коллеги, мы, бус мы не убиваем, наоборот, развиваем. И Bitrix24 сайты мы, если я правильно помню, скоро перенесем в коробку. Так, всем здравствуйте. Сегодня расскажу о технической составляющей Bitrix24 магазины, а точнее о том, как устроены сайты изнутри. Что они себе представляют и релиз, что вас ждет в Bitrix24 магазина, я думаю, Сергей и все смотрели, как это будет выглядеть внешне. Ну и теперь поговорим о внутренностях. Для тех, кто впервые знакомится с техническими особенностями этого продукта, Bitrix24 в сайтах, я расскажу, что было в предыдущей презентации, когда я более подробно рассказывал об этом продукте. Каждый сайт состоит из страниц, а страница состоит из блоков. Каждый блок — это минимальная неделимая частица информации этого сайта, это кусочек HTML-верстки, который хранится в репозитории, в файлах на диске конкретного портала. Как только мы хотим добавить какой-то блок на сайт, на страницу сайта, мы его… физически он копируется с диска, в сущность базы данных, и там продолжает жить как копия своего родительского элемента. К каждому блоку в пару идет разметка, которая указывает, какая информация может быть редактируемая, это текст, картинки, ссылки и так далее, какие элементы блока могут менять стили и каким образом, например, высота, фон, шрифт и так далее. В зависимости от контекста применяются те или иные стили. Также к сайтам сразу же была выпущена пачка REST методов, с помощью которых вы могли создавать свои сайты, наполнять их сразу блоками, изменять эти блоки и так далее. Они все довольно простые, линейные, то есть в плане add, update, delete и так далее. Это лендинг сайт, лендинг лендинг, лендинг блок и лендинг репа для регистрации и удаления своих приложений разработчиками, партнерами. Подробно я на этом останавливаться не буду, потому что уже хорошо освещено в документации, было на предыдущие идеи и на вебинаре, который мы проводили в конце прошлого года. Достаточно много там примеров в каждой из этой ссылок. Все подробно освещено, на этом останавливаться не буду. О чем бы я хотел поговорить сегодня? Прежде чем поговорить о магазинах, точнее рассказать, как именно они работают на основании сайтов, потому что магазины, именно публичная часть, это лишь 10%, все остальное по сути это весь айсберг, это сами сайты. Поэтому BITREX за 4 магазина это по сути те же сайты. Я бы хотел рассказать пару кейсов для разработчиков, которые покажут, как можно применять новый инструмент, как им пользоваться, как разрабатывать идеи приложений. Первый кейс это создание собственного шаблона. Что такое шаблон? Если вы уже пользовались инструментом, то вы знаете, что при создании сайта либо при создании страницы выпадает список шаблонов, на основании каждого из которых вы можете создать сайт в определенной стилистике, с определенным контентом и так далее. Такой список выпадает как для сайтов, при создании сайта, так и при создании страниц. Сейчас появилась возможность попадать в этот список с помощью регистрации своего шаблона. Регистрация происходит следующим REST методом. Более подробно он отписан в документации, я не буду здесь его рассматривать как-то детально. Это минимальный пример для регистрации именно шаблона сайта. То есть здесь метаданные, это заголовок, описание, картинки под разные места размещения, и некий манифест, который указывает, что это шаблон для сайтов и у него есть определенные элементы. Что такое элементы? Потому что каждый сайт может содержать не просто одну страницу, которой он сам и является, но содержать несколько страниц. Например, главная страница о компании, контакты и перечень услуг. То есть вы имеете полную возможность создать многостраничный сайт. Путем одного клика вы регистрируете шаблон, например, ваше приложение, а клиент потом в дальнейшем может создавать на основании него сайты, либо даже несколько. Чтобы создать такой же шаблон для страниц, метод применяется похожий, но с несколькими другими параметрами. То есть такие же метаданные для писания шаблонов в списке, в списке других шаблонов, и набор элементов уже непосредственно блоков, которые будут размещены на данной странице при ее создании. Массив — это пара ключ-значение, где ключом указан код блока, который нужно добавить на страницу. А в значении может быть либо пусто, тогда блок просто добавится за репозитория, как есть, так, как будто бы вы его только что перетащили вручную, либо указать массив некий магический, который позволит видоизменить блок и его содержание после добавления на страницу. Но это все произойдет в автоматическом режиме, когда будет создаваться данная страница. В данном примере для первого айтема, меню 03, будет изменен текст определенного, определенной ноды внутри блока, изменены стили и добавлены кое-какие атрибуты. Это все пример тестовый. Более подробно с какими-то примерами, пояснениями вы сможете ознакомиться в документации. Здесь и далее, я еще в конце упомяну, ряд методов, которые рассматриваются, они новые и буквально только что вышли. Увидеть их у себя вы сможете примерно в первой половине марта. Сейчас все идет на тестировании как раз. Так, едем дальше. Если вы создаете многостраничный сайт, то имеет смысл страницы как-то связать. То есть добавить какой-то блок меню, который будет общий на всех страницах. Это в том числе также можно сделать, описав в манифесте создание шаблона сайта определенный layout. Это тоже все в документации сможете подробнее прочитать. Но основная суть, что как связывать страницы, когда на тот момент, когда мы еще не знаем, какие у них будут ID-шники, какие у них будут адреса и так далее. Поэтому для создания такой перелинковки применяется определенная маска, которую вы добавляете непосредственно в контент, ну, например, пунктов меню. Первая ссылка – это ссылка на определенную страницу с определенным кодом. А вторая ссылка – это маска ссылки на определенный блок в рамках текущей страницы. В квадратных скобках указан код, который является ключом в массиве items внутри манифеста. Это тоже я просто упоминаю, чтобы вы знали, что такая возможность есть. Более подробно все в документации. Второй кейс, который я хотел бы рассмотреть, это почти динамический сайт. Что это означает? Ну, предположим, что ваша компания занимается продажей недвижимости, и для более-менее крупных объектов вы бы хотели создавать свой лендинг. У вас нет своего сайта. То есть, чтобы у вас был полноценный сайт, чтобы вы эту ссылку могли давать в рассылку, печатать на рекламе и так далее и тому подобное. Собирать аналитику и так далее. И вы разработчик, перед которым была поставляна такая задача. Как можно решить эту задачку? Ну, это именно с позиции какого-то индивидуальной разработки. Можно сделать следующим образом. Ну, во-первых, зайти и создать сайт на основании шаблона недвижимости. То есть, так, как будто бы вы создаете его под конкретный какой-то объект. То есть, заполнить информацию о компании, заполнить информацию о менеджерах, добавить какие-то блоки, удалить не нужно, изменить стили. То есть, создать полноценный лендинг под какое-то конкретное одно предложение. Назвать этот лендинг эталоном. Что, мол, я внутри своего приложения понимаю, что данный лендинг будет эталоном. Я буду на основании него создавать другие лендинги других предложений. Выделить какие-то блоки. Что, мол, такой-то, такой-то блок будет являться динамическим от объекта к объекту. Ну, в смысле, не динамическим, а меняться. Здесь будет описание объекта, здесь будут его фотографии и так далее. Создать некую абстрактную форму для добавления нового объекта. Там название, описание, цены, фотографии. И после того, как менеджер заполняет эту форму и отправляет к вам на сервер, вы ее принимаете, проверяете валидность данных и делаете следующее. С помощью методов изменения блоков вы изменяете контент известных вам блоков, которые вы определили как динамические на лендинги, которые вы определили как эталонные. То есть изменяете лендинг под новое предложение. Сохраняете его и на данный момент этот лендинг полностью изменен под ваше новое предложение. И по сути это уже готовая страница для публикации. Но завтра придет новое предложение и этот лендинг снова изменится. Поэтому мы должны его скопировать. Вторая команда landing copy. Потом опубликовать и получить адрес этой новой нашей страницы. Собственно этот кейс и собственно с помощью данного алгоритма можно решить данный кейс. То есть мы просто копируем, изменяем сайт, копируем его, получаем новую копию, которая полностью работоспособна. И можно пускать ее в рекламу, делать рассылку и так далее. Есть более простой путь, где вместо вот этих всяких изменений конкретных блоков по селекторам можно поступить проще. Зарегистрировать свои приложения, в своем приложении зарегистрировать свои блоки со своим каким-то контентом. Тогда при добавлении вот этого нового объекта недвижимости будет происходить полная замена контента блока на какой-то ваш измененный контент для данного предложения. По какому пути идти вам, это уже решать конкретно по случаю. Так, два кейса рассмотрены, потом еще вернемся к разработке. Теперь что такое собственно магазины, как они устроены изнутри. Повторюсь, сами магазины, их публичная часть, это лишь 5-10% от того, что вообще есть в сайте. То есть вся основная наша работа, команды, которые работают над сайтами, она заключается именно в работе над сайтами. Магазины – это некая такая надстройка. И что это за надстройка? Но если вернуться чуть-чуть назад, в самые первые слайды, то и вспомнить, что такое блок, то это просто HTML, который копируется на страницу из репозитория. И если мы говорим о динамике, это какие-то товары из базы, изменение вида товара, например, его цены от пользователя к пользователю, то такой подход к нам не подходит, просто потому что это уже не динамика. Как мы решили этот вопрос? Тем, кто знаком с бусом, сразу станет понятно. Мы просто взяли и вставили наши родные компоненты внутрь вот этих простых блокиков. Тогда при добавлении, ну при выводе блока из уже базы, который размещен на странице, происходит исполнение кода компонента с определенными параметрами. В примере указана корзина с предустановленными каким-то параметрами. Встает вопрос, как их дать настраивать пользователю, ну непосредственно редактору сайта. Если конкретно корзина еще может существовать без какой-то кастомизации настройки, ну бросили корзину и бросили, то, например, список товаров уже без изменения настроек никуда. Там изменить количество товаров надо и стилистику меток товаров и какие-то еще галки подкрутить. То есть встала задача, как разрешить изменять определенные свойства. Ну вот эти предустановленные параметры, как давать возможность некоторые менять редактору сайта. Мы сделали следующее. В пару к каждому блоку идет манифест, где идет описание самого блока, какие-то его стили и так далее. Тоже показывал на первых слайдах. Решено было там же описать каждый компонент, который содержится внутри этого блока. То есть компонент в теории может быть несколько в одном блоке, но в 95% их всего один. В данном случае показано, что каталог элемент, это детальная страница товара, разрешает к редактированию такие-то параметры. На скриншоте влезло вот два параметра. Тогда, если в интерфейсе уже непосредственно редактор сайта их изменяет, то это все летит. Дается команда на изменение конкретного блока, конкретного параметра внутри компонента. То есть если галочку поставили в состояние вкл, то данный параметр изменится на UI. Причем даже если пользователь, ну, редактор сайта злонамеренно захочет изменить какие-то соседние параметры, например, iBlock ID и так далее, то эта система ему не даст, потому что данные параметры запрещены в декларации и при сохранении происходит сверка с ней. Внешне для пользователя это все выглядит дружелюбно, похоже на настройки. Компонент в самом бус, те, кто с бусом не знаком, но знаком с сайтами, увидят просто те же интерфейсы, которые вызываются по кнопке редактирования контента. То есть тут все достаточно прозрачно. Итого мы получили следующий жизненный цикл магазина. Редактор создает шаблон, ну, магазин по шаблону, причем этот шаблон также может быть партнерский. То есть мы, конечно, не даем возможность изменять код вызова компонент внутри блоков, но вы можете создавать какие-то свои шаблоны из каких-то стандартного набора блоков, в которых содержатся компоненты. Редактор создает сайт, настраивает компоненты, настраивает блоки, добавляет, удаляет страницы, получает полноценный сайт. Публикует, тем самым выгружая в кавычках этот сайт на некий внешний источник, прокси, ну, условно, на домине Bittrex24 сайт. Теперь, предположим, гипотетически на сайт заходит 100 человек, вы сделали рассылку, то есть хоть все данные и тянутся с вашего портала Bittrex24, но это никак не отразится на моей работе, потому что балансеры прокси стоят на защите и получают информацию с самого вашего портала только когда это необходимо. То есть запросить данные о товаре, если там кэш отличается, или там создать заказ, добавить в корзину и так далее. То есть тут все прозрачно, это обычный полноценный динамический сайт с небольшим таким проксиком на охране. Ну и, как уже упомянул, пока у нас, пока мы не даем возможности вам изменять как-то, регистрировать какие-то блоки с каким-то своим PHP кодом, то есть какие-то другие компоненты, изменять параметры вызова компонент, но это и связано с безопасностью, но возможно в ближайшем будущем что-то мы придумаем. Собственно, экскурс по магазинам именно все, но наш релиз – это не только магазины, это еще и куча всего другого в самих сайтах. Что мы выпустили еще? Что выйдет совсем скоро? Это краткий список огромного обновления, которое мы готовили последние пару месяцев. что из этого вышло? Это, собственно, отмена изменений, отмена отмены изменений. Очень сильно переработали редактирование. Внешне это может незаметно быть, но будет выражаться в каких-то мелочах. Ну, то есть, грубо говоря, какой-то там бэкспейс не срабатывал, там переход и так далее. То есть такие нюансы отладили. Именно при повседневной работе мы их вывели, выловили и исправили. Улучшена адаптивность, хоть шаблон был изначально не адаптивен, но под определенных разрешениях экрана все-таки были небольшие косички. Это тоже все выловили, поправили. Копирование, вставка блоков. В аналитику Google Tag Manager добавлен. Множество новых типов, атрибутов. Сейчас мы о них еще поговорим. Улучшение и расширение REST. О части REST методов я вам уже рассказал. Какую-то часть познакомитесь уже потом в документации. Новые места в стройке для разработчиков тоже сейчас упомяну. Ну и много-много другое. По мелочам и не очень. Когда? Ну, кроме магазинов, вот этих вот именно компонент, динамических блоков, все в принципе выйдет уже в первой половине марта. Уже отдано в тестирование было еще до идеи. Ну, а когда выйдет магазин, это уже когда ребята допилят именно CRM составляющую. Так, как и обещал, поговорим об атрибутах. Что такое дата-атрибуты? Ну, не обязательно даты, ну, какие-то атрибуты, которые хранятся в элементе внутри контента блока. По сути, это контейнер хранения какой-то информации для настроек. Ну, например, у вас блок слайдер, вам нужно где-то хранить информацию о продолжительности одного кадра, типе анимации, возможно, что-то еще. То есть, хоть вы можете это зашить и не давать никому менять, а можете сделать его более-менее динамическим для настроек, и каждый пользователь может под себя настроить, например, тип анимации. За это все отвечают дата-атрибуты, которые описываются в манифесте блока соответствующим образом. И на старте, когда осенью мы выпускали продукт, поддерживался только два типа. Это список и текст. Мы расширили значительно список поддерживаемых атрибутов. Сейчас он выглядит примерно так. Это текстовые поля, картинки, палитры, ползунки, списки, мультисписки, ссылки, чекбоксы, еще штучки, 3-4 не вошедшие в этот скриншот. Это все подробно описано в документации. Какие типы, как они звучат, как с ними работать и так далее, вы сможете там найти. При сохранении происходит, собственно, превращение любого, значение любого типа в строку и сохранение в дата атрибут соответствующей. На скриншоте показан пример сохраненной информации для списка, для слайдера, для ползунка и для палитры. Насчет мест в стройке. Появилось, рядом с каждым блоком появилась возможность встроить свое приложение. То есть, кто не знаком с местом, что-то с понятием места в стройке, это с помощью регистрации определенным методом появилась возможность вызывать ваш URL где-то на вашем внешнем сервере, которому передаются параметры авторизации, чтобы вы могли убедиться, что это вызывается именно конкретным порталом, конкретным приложением и с определенными параметрами, которые контекстные. Ну, например, ID-шник блока, код блока, возможно, что-то еще. То есть, какой-то динамический набор параметров. Регистрация такая происходит. с помощью следующего метода. Это общий метод регистрации мест в стройке, PlacementBind, где выделенный текст указывает, что вы хотите встроиться только рядом с блоком с указанным кодом, его уникальным. Если вы хотите встраиваться совершенно рядом с любым блоком, то вместо указанного выделенного текста указываете просто звездочку, и ваша кнопка появится совершенно любым блоком. По технической части в принципе у меня все. Слайдик статистики. Над всем этим релизом, включая магазины, публичную часть, мы работали целых 7 месяцев. За это все время было сделано свыше 2000 коммитов. Выпишено ни много, ни мало 23 обновления. А пока мы это все делали, уже было создано 65 тысяч сайтов, из них 23 тысячи опубликовано. И опубликованные сайты принесли клиентам почти миллион лидов. Вот за все это время. Над сайтами работали. Ваш покорный услуга отвечает за фронтенд, за бэкэнд, архитектуру. Вова Белов делает все эти крутые интерфейсы, кнопочки, списочки и так далее. То есть весь этот внешний вид это его заслуга. Дима Самойлов просто уже бог блоков, который знает, как блоки устроены, как их правильно нарезать и готовить. И Настя, которая помогает нам с версткой. На этом у меня все. Готов ответить, что на ваши вопросы. Вопросы, Антон. Подбежим. Здравствуйте, Антон. Спасибо большое за ваш доклад. Скажите, пожалуйста, есть техническая возможность сделать что-то типа аналога инфоблоков в бусе, чтобы контент публиковался на битрикс-сайтах из неких таблиц или списков, причем с задействованными бизнес-процессами, чтобы внутри компании можно было автоматизировать процесс создания этого контента в списках и потом уже автоматическую его публикацию в те или иные страницы. Вот я как раз немножко о планах пропустил слайд. Собственно, какие у нас планы? Это ответ на ваш второй вопрос. Это мы планируем добавлять компоненты не только магазина, но это будут новости, статьи, возможно, какие-то обсуждения. То есть, несмотря на простоту, минимализм, с которым мы стараемся идти дальше, будет именно часть, какая-то простая динамика. Ответ на ваш вопрос. Как это будет храниться внутри? Скорее всего, будут какие-то списочные структуры, действительно, какая-то база данных, что-то может быть аналог инфоблоков. Пока в данный момент это только в планах еще даже не обсуждалось архитектурно. Но это будет, да. Давай еще вопрос с другой стороны. Юлия Старкокит, Медиа. Собственно, два вопроса. Когда в коробке? Я так понимаю, это актуальный вопрос. И второй вопрос. Означает ли появление магазинов, что мы приостанавливаем поддержку босса и через несколько лет полностью уходим от босса и переходим к интернет-магазинам и вообще сайтам на платформе битрикс24? На первый вопрос отвечу я. В коробку мы выпускаем уже прямо сейчас готовим. Обещали до марта, но вот некоторые есть. Я знаю, я знаю. Я подозреваю, что приедем и прямо в самую ближайшую неделю скорее всего выпустим коробку. Олег, а почему на второй ты не хочешь ответить? Какой второй вопрос? Что будет с боссом? С боссом все будет в порядке, мы его развиваем. Прямо действительно, это, по-моему, сегодня третий часто вопрос. Все в порядке. С боссом мы развиваем, не будем его выбивать, будем развивать дальше. Именно поэтому мы его пускаем в коробку. В босс. Спасибо. Можно еще один вопрос? Скажите, пожалуйста, есть смысл тем, у кого сейчас есть босс, переходить в магазины в коробочное решение, переводить свою лицензию в коробку, либо нагруженность инфраструктуры будет достаточно хорошая и можно оставаться в облаке, развивать магазины, даже крупные, с большим ассортиментом и большой нагруженностью в облаке. То есть как будет стрессоустойчивость инфраструктуры работать? Сложно сейчас сказать. Скорее всего, во-первых, будет варьироваться, скорее всего. Там уже Сергей показывал слайд, что на бесплатниках только 100 товаров и там выше тариф неограниченное количество товаров. Вы сами понимаете, что на 100 товарах вы в принципе какую-то нагрузку не сможете создать. Поэтому тут сложно сказать. По опыту развития Bitrix24 с определенного периода, когда клиент начинает делировать какую-то определенную нагрузку, мы рекомендуем просто перейти в коробку. Здесь, я подозреваю, может быть такое же. Но вообще планируем выдерживать хорошую нагрузку. Ясно. Спасибо. Еще вопросик. Антон, вот такой вопрос. В плане безопасности, если смотреть на Bitrix24 сайты, как они себя проявляют на атаки, на DDoS и на вирус вообще? А какие первые два пункта были? Безопасность. Нет, DDoS. Но смотрите, так как за публичную часть фактически отвечает прокси, то есть это отдельная инфраструктура, отдельный балансировщик, отдельная какая-то защита от DDoS. То есть для порталов у нас не было такой надобности. То есть мало того, что адрес портала нужно еще узнать конкретной компании, его еще надо понимать, как его DDoS просто бить в одну точку. это не совсем то. А сайты, они именно это скорее как полустатическая информация. Ну то есть даже если какие-то будут всплески, DDoS, с которыми каковременно ресурс перестанет справляться, это никак не отразится на портале. Но в целом у нас под это как бы отведены ну достаточно ресурсов. То есть будем и защищать, и блокировать какие-то атаки. То есть это все поставлено. Кратко с безопасностью все хорошо, все секьюрно. Ну а куда без этого? Можно? Да, да. Следующий вопрос. Да, здравствуйте. Белка Сергей, компания АТО. Ну вот как бы для многих распространенный кейс это существующий бус интернет-магазин, там уже развитый, рабочий, и уже есть как бы CRM-платформа Bittrex24. Сейчас опять как-то изменилась там эта синхронизация сделок. Раньше как-то открывалась там карточка самого заказа с интернет-магазина. Сейчас просто сделка создается. Да, но данные со мной копятся, обрабатываются. И как здесь будет интеграция между существующими? То есть это все равно в один продукт переходить? Или можно будет вот к модулю интернет-магазина как-то подключить существующие бусы? То есть вот что здесь будет? Ну тут мне сложно ответить. Как это возможно? Скорее всего вам будет предложена какая-то миграция. То есть из текущей вашей Bittrex24 в какой-то B24 плюс CRM. То есть тариф сейчас такой рассматривается, именно коробочный. Но именно какой-то синхронизации… Мы ставим модуль как бы Bittrex24 просто в бус и там получаем интерфейс как бы CRM. Да, Сергей упоминал, что желающие, которые имеют бус, они введут определенный ключ дополнительный, с помощью которого у вас, грубо говоря, на бусе установится необходимая CRM-составляющая. А как история, если мы там 10 лет, ну не 10 лет, там несколько лет работаем уже в облаке? Или, ну, соответственно, накопилось… Умеете в виду, что у вас и там, и там накопилось информация? Ну, конечно, да. История-то она в магазине есть, и история есть на портале. Мне кажется, это скорее такой индивидуальный случай. Уже надо будет разбираться. Возможно, какие-то предложат индивидуальные подходы какие-то. Но именно массово мы сейчас пока это не рассматриваем. А будет какой-то рест в модуле интернет-магазина, который мы можем с буса существующего сайта просто туда отправлять, создавать эти заявки? Ну, как с одиннадцатым, двухсторонний обмен. Ну, видите, даже если рест, грубо говоря, на заказы будет, то он бессмыслен без реста на товары, бессмыслен без реста на какие-то там контакты, именно связку их с заказами. То есть если вы знакомы именно с бусовским магазином, там довольно очень мощная структура, я под каждую, если из них писать рест, ну, это, по крайней мере, не сразу. Возможно, позже мы как-то доработаем, и это будет такая возможность. Понятно, спасибо. Спасибо, Антон.